В поисках Шопена День рождения известного композитора и пианиста в Гомеле отметили концертом симфонического оркестра в колледже искусств имени Соколовского. Два века подряд весь музыкальный мир пытается раскрыть секрет невероятно проникновенной игры польского романтика. В честь его 210-летия прозвучали два потрясающих фортепианных концерта. Солистками в них выступили приглашенные пианистки Айрис Шедрина и Юлия Ермолаева. Это выступление закрыло 4-й форум классической музыки от Гомельского симфонического оркестра. В ДК «Железнодорожников» зрители ждала уже ставшая легендарная программа в стиле рок-2 от эстрадно-симфонического оркестра имени Василевского. По многочисленным просьбам артисты решили исполнить на бис старый добрый русский рок. Музыканты дали возможность не только погрузиться в лучшее, проверенное временем хиты, но и принять активное участие в их исполнении. Ведь в русском роке помимо звуковой фактуры важны слова и смысл, заложенные создателями. Ария, парк Горького, кино, бидва, чаев, ДДТ, ночные, снайперы, Ленинград и моральный кодекс. Их песням уже исполнилась по 20-30 лет, но они все так же любимы слушателями. Важным поводом для учреждения культуры стала годовщина освобождения Гомеля от нацистских захватчиков. Ей посвятили спектакль «Все глуши музыка войны», который представили на сцене молодежного театра. Сюжет повествует о судьбах гомельчан, сломленных Великой Отечественной войной. Актеры рассказывают о тех ужасных событиях словами наших земляков. Спектакль подготовлен с использованием архивных материалов, редких фото и видео, свидетельств разных лет и уникального музыкального оформления. А в Центральной городской библиотеке имени Герцена прошла презентация книги «Боевые дороги Григория Ильина» или «300 дней на запад». Автор издания Дмитрий Чернявский, редактор газеты «Гомельские ведомости», победитель национального конкурса печатных СМИ «Золотая литера». Книга является продолжением проекта «Гомельских ведомостей». Изначально читатели газеты знакомились с авторскими материалами в виде статей, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. Главный герой – Григорий Ильин. Это собирательный образ, который напоминает о героизме наших предков. Книга написана в жанре документально-художественного очерка и рассказывает, как бойцы Красной Армии «300 дней шли на запад, освобождая Беларусь». Визуальные образы героев на страницах книги воплотила театральный художник Екатерина Воронько. Ее акварельные иллюстрации можно увидеть в выставочном зале библиотеки имени Герцена. Анна Корольчук, Игорь Морищенко. Новости недели.